Новогодние игрушки еще не успели запылиться и снова в работу. Екатерина Пишун два года назад окончила школу и уехала учиться в Китай. Теперь девушка отмечает два праздника с одним названием Новый год. Наш российский и китайский. Причем 31 декабря проводит в Поднебесной. А вот второй праздник совпадает с каникулами дома. 31 декабря мы все вместе собираемся с нашими русскими, китайскими друзьями. Все вместе, кто живет в нашей общаге, так как я живу в общаге в Китае. Наши друзья, с которыми мы общаемся очень близко, они очень любят 31 декабря. Главным блюдом стола становится, естественно, оливье и селедка под шубой. По душе китайским студентам и советское шампанское. Еще пять лет назад так массово наш Новый год в Китае не отмечали. Сейчас, в канун российского праздника, студенты Университета Поднебесной устраивают большой тематический концерт. С исполнением песен про елки, лютые морозы и поздравлениями. Екатерина уже начала отправлять новогоднее послание в соседнее государство. Среди ее одногруппников многие родились и выросли в Китае. Для жителей Поднебесной Новый год – самый главный праздник со своими традициями и обычаями. Они должны собраться к своей бабушке, к дедушке, к родителям и обязательно всех навестить и поздравить. У них есть еще праздник яблок – пинго. Это они любят дарить яблоки. Именно перед новогодними праздниками в пакетику яблочко укладут и дарят. Порцию яблок еще в Китае получила Екатерина. Сейчас к ней приходят ответные сообщения с поздравлениями. 8 февраля семью российской девушки, которая учится за рубежом, ожидает еще один новогодний ужин. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.